Ветеранов войны в преддверии Дня Победы чествует администрация Октябрьского района. Гостей встречал и Михаил Милицких. Михаил Михайлович родом из Казахстана, в армию был призван в 43-м, боролся с врагом в составе 103-й воздушно-десантной дивизии, воевал на 2-м и 3-м украинских фронтах, освобождал Венгрию, Австрию и Чехословакию. Военная доблесть бывшего фронтовика отмечена орденом Отечественной войны второй степени и медалью за боевые заслуги. Первый заместитель главы администрации Октябрьского района Алексей Героев вручил ветерану юбилейную медаль, почетную грамоту и сувениры. Ехали на фронт уже, чтобы где-то по частям, и не дождя Оренбурга на шашелон пустили под откос. Навстречу Маневровой и все вот эти три снайперские школы, ну, представляете, мы идем на полном ходу перед Уралом, в ночь это вот все, и вдруг столкновение получилось и полетели вот так вот все. Я, наверное, был рядовой, да, я был рядовой, он сержантом, по-моему, был товарищ. Во время войны Михаил Михайлович познакомился и после поддерживал дружеские отношения с известным советским разведчиком генерал-лейтенантом Вадимом Кирпиченко. После войны Михаил Милицких окончил отделение журналистики высшей партийной школы в городе Алма-Ата, работал заместителем начальника областного управления телерадиокомитета города Чемкент. С начала 70-х продолжил журналистскую деятельность в Витебске в Гадетестроитель, стройтреста номер 9, был директором подросткового клуба от фабрики Знамя индустриализации и секретарем партийной организации ЖО номер 4. Михаил Михайлович всегда много внимания уделял патриотическому воспитанию молодежи. На территории Октябрьского района сегодня проживает 118 участников войны, и никто из них не остался без благодарного внимания.